Одно из самых шокирующих событий на выходных по ножовщину в автобусе номер 65 в ленточном Бару. Как сообщает один из подписчиков инцидента Барнаул, 46-летний водитель первый напал на 58-летнего пассажира. В итоге шофер получил ножевое ранение в живот и его госпитализировали. Пассажир задержан. ГУМВД назначило проверку и судебно-медицинскую экспертизу. Что там? Приложить тряпку какую-нибудь? Другое серьезное происшествие произошло уже в Змеиногорске. Там в субботу вечером в частном секторе сгорел дом. В результате пожара погибли дети. По данным следствия, женщина оставила троих несовершеннолетних у своей матери. Ночью, пока все спали, произошло возгорание. Хозяйку дома, ее сожителей, двухлетнего ребенка через окно спасли местные жители. Четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат погибли. На место происшествия незамедлительно выехали следователи Следственного комитета. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 109 ГУК РФ. Это причинение смерти по неосторожности двум лицам. А это пятничный кадр задержания подозреваемого в краже автомобилей в Алтайском крае. Его взяли в одной из угнанных иномарок на трассе, ведущей в Новосибирскую область. Мы просили перегнать. Перегнать, да? Что за машина? А кто просил? Кто просил? Просил, просил. Я таксовал человек просто, ну, как бы, периодически бывало, Звонил и просил его свозить, либо это, либо чего-нибудь перегнать. Угонщик действовал ночью во дворах Новосибирской области и Алтайского края. С помощью специального устройства он перехватывал код открывания сигнализации и применял устройство как ключ. Раз, 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 раз. Еще один из разыскиваемых автомобилей с измененными номерами оперативники обнаружили в частной мастерской. Там же обнаружены частично разукомплектованные две другие похищенные машины. По версии следствия, на счету задержанного не менее четырех фактов краж, а также две попытки угона. Подозреваемый проходит по трем статьям и сейчас грозит до девяти лет колонии. А его добычу четыре угнанных автомобиля вернули владельцам. Поставил машину на сигнализацию, поднялся домой. Утром проснулся на работу, как обычно. Выхожу, автомобиля нет. Обратился в полицию. Оперативно приехали ребята. Все мероприятия провели. Ну, в принципе, и все. Автомобиль вернули. Сейчас специалисты выясняют все подробности краж, а также пытаются найти соучастников преступлений. Данил Кузнецов. День с толком.